В Госдуме в первом чтении прошел законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования. Он призван унифицировать процедуру при проведении выборов разных уровней по всей стране. Тем продолжит наш корреспондент. До начала пленарного заседания в Государственной Думе состоялся правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского МИДа рассказал об основных направлениях внешней политики России. После этого представители фракции задали министру свои вопросы. Это всегда важное событие в Государственной Думе, да и для всей нашей страны, потому что вопросы внешней политики, особенно сейчас, это то, что волнует, безусловно, всех. И у нас очень хорошее, серьезное взаимодействие в Государственной Думе и во фракции «Единая Россия» с нашим Министерством иностранных дел. Комитет по международным делам в тесном контакте работает с МИДом. Наша фракция коломийцу передал целый пакет вопросов МИДу. Впервые за последнее время МИД дал полный ответ практически на полсотни вопросов. Я считаю, вопрос номер один на сегодня, и от этого должна плясать и наша главная дипломатия, это укрепление экономической и финансовой безопасности. Вопросы от представителей партии коснулись различных аспектов внешней политики страны. Борьба с киберпреступностью на глобальном уровне, защита прав россиян за рубежом, углубление интеграции с Белоруссией, расширение сотрудничества со странами Африки, а также позиция Российской Федерации по Курильским островам. После выступления главы российского МИДа началось пленарное заседание. Так в Госдуме начали работу над законопроектом об использовании на выборах и референдумах дистанционного электронного голосования. Поводом для разработки проекта стал опыт применения дистанционного голосования на выборах в 2019-2021 годах. По мнению депутатов, следует установить основные принципы проведения онлайн-голосования, едины для всех выборов и референдумов в России. Фракция ЛДПР прекрасно понимает, что за электронным голосованием будущее, от этого никуда не уйти, и поэтому концептуально мы этот законопроект поддержим, однако во втором чтении будем вносить очень серьезные поправки, очень внимательно следить за системой внедрения этого электронного голосования в регионах. Внедрение таких новых технологий должно проходить очень серьезно, и к этому надо очень серьезно относиться, и, конечно же, будем следить за развитием событий. Согласно проекту, дистанционное электронное голосование может проводиться с использованием государственной автоматизированной системы выбора или других систем, в том числе и региональных. Но эти сервисы должны пройти сертификацию и отвечать требованиям Центра избиркома. Однако не все представители партии поддержали законопроект. Мы считаем, что это голосование, несмотря на то, что, с одной стороны, нужно идти в ногу со временем в 21 веке, понятно, что электронное и дистанционное голосование должны стать нормой, но сегодня они не контролируются. И, к сожалению, не гарантировано то, что воля извиления граждан более заэффицирована так, как того хотят граждане. В этой связи давать такие полномочия регионам мы считаем преждевременным, поэтому наша фракция будет голосовать против. Порядок голосования будет таким же, как при проведении онлайн-выборов в прошлом году и ранее. Нужно подать заявление в электронном виде. Затем на сайте интернет-голосования пройти процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности и проголосовать. Все голоса будут анонимными, а результаты зашифруют и рассекретят только после окончания выборов. Для шифрования и расшифрования предназначены специальные электронные ключи с шифром. Представители других партий, не входящие в состав Государственной Думы, также высказали свое мнение о введении онлайн-голосования в России. С одной стороны, мы ясно видим, что от тенденции перехода на дистанционное электронное голосование рано или поздно никуда не уйти. Это объективный процесс развития всех технических современных возможностей. С другой стороны, исключительно остро возникает проблема доверия. Доверие граждан к результатам, полученным посредством дистанционного электронного голосования. Нельзя не отметить, что многие положения данного процесса прописаны в документе весьма качественно. К слову, в ближайшие две недели Государственная Дума не будет собираться на пленарные заседания в связи с распространением коронавирусной инфекции. А депутаты будут работать в своих регионах. Всего в феврале этого года состоится три пленарных заседания. 15, 16 и 17 февраля.